Впереди выходные, а значит надо провести время с пользой для здоровья. В нашем следующем сюжете расскажем о саббординге, новом виде спорта для нашего города, который теперь может освоить каждый желающий о том, как погулять по воде. Смотрите далее. Сабпрогулки – новый водный вид спорта в Прииртышье. Основатель Владимир Ключников делится, что сам профессионально занимается водными видами спорта. Часто выезжает на соревнования в другие города и страны. В один момент решил, что необходимо открыть саббординг родному городу. Совсем новое для Павлодара. Я вам не говорил, что саббординг – это как переводится с английского языка. Саб – это специальный борт. Саббординг – это гребля веслом стоя. В Европе и в других странах он уже как спорт. До нас это только-только доходит. Уникален тем, что это специальная доска для гребли стоя. Здесь нет бортов, ничего. У людей чувство баланса возникает. Им нужно научиться управлять бордом. С каждым днем желающих освоиться абборд становится все больше. Анастасия Мощак делится впечатлениями, что в самом начале было волнение. Но оно быстро сменилось на позитивные впечатления. Вообще изначально было, конечно, страшно. Я думала, что это больше связано с адреналином. Но интересно, что именно в этом виде спорта есть и адреналин, и расслабление. Когда ты только встаешь на доску, ты чувствуешь такой прилив адреналина, фокусируешься на балансе, пытаешься понять, как вообще тебе координироваться, как стоять, как держаться. Но ребята все объясняют. А потом где-то через полчаса ты просто как будто бы сливаешься за доской, начинаешь чувствовать расслабление, созерцаешь природу нашу прекрасную и, ну, такие, прям, вот как йога. Как и любой вид спорта, сабборд полезен для здоровья. Сабпрогулки тренируют координацию. Во время сплава задействованы все группы мышц. Но, несомненно, это яркие впечатления и незабываемые эмоции. Дети могут посещать сабпрогулки в сопровождении взрослых. Также сабборд рассчитан на вес до 180 килограмм, поэтому встать на него может любой желающий. Можно не уметь плавать, но кататься на саббордах. Почему? Потому что у нас идет три варианта безопасности. Это страховочный жилет, который на каждого одевается. Во-вторых, это страховочный лиш, который прикрепляется к доске и прикрепляется к ноге. Ну и также мы не даем на прокат людям, мы делаем тур-прогулки. А в туре-прогулке там от шести до восьми человек катаются. И с ними в сопровождении два инструктора. То есть один в начале, один в конце сопровождающий, которые постоянно приглядывают. Как отмечает Владимир, главная цель – открыть школу саббординга и водных видов спорта, чтобы профессионально обучать повладарцев, а затем проводить соревнования. Кристина Касперович, Юрий Белевский, РТС Ахпарад.